Создать зеленый пояс вокруг Павлодара поручил сегодня премьер-министр. Алихан Смаилов находится в регионе с рабочей поездкой. Глава правительства ознакомится с темпами роста сельского хозяйства и промышленности Павлодарской области, также ходом модернизации социальной инфраструктуры. В сюжете подробности. Собственное овощехранилище, новая сельхозтехника, строительство крупной молочно-товарной фермы. Премьер-министру страны показали, как здесь на площади в 1700 гектаров выращивают картофель и кукурузу с применением современных растительных технологий. И это, судя по всему, только начало. Особенно в нынешнее время, когда у нас вопрос продовольственной безопасности, обостряются цены, во всем мире растут на продовольствии, сейчас как раз время вкладывать именно в сельское хозяйство. Сейчас конъюнктура мирового рынка продовольственного складывается таким хорошим образом. Для сельского производителя, что при определенной поддержке со стороны государства будет хороший эффект. А это уже электролизный завод мощностью 250 тысяч тонн алюминия в год. Он обеспечивает продукции внутренний рынок, а также экспортирует за рубеж. Предприятие – один из основных доноров экономики региона. Наращивая мощность, тем нельзя забывать и об экологии. В регионе к 2025 году обещают построить 530 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас ведутся переговоры по вопросу газификации областного центра, сообщил глава правительства. Ряд позитивных изменений и в сфере образования. В этом году в стране открыто больше 200 новых школ, 5 из них в Павлодарской области. Также глава Кабмина посетил Павлодарский нефтехимический завод, где обсудил с сотрудниками актуальные вопросы стабилизации цен на дистоплива. Для того, чтобы минимизировать риски дефицита ГСМ, мы сейчас соответствующие решения готовим, которые, я думаю, уже на следующей неделе, наверное, уже вступят в силу. Они касаются того, чтобы сохранить цены на дистоплива, в частности, для внутреннего потребителя, но для внешнего потребителя, который заезжает с определенных стран, чтобы она была по цене их внутренних рынков. По каждому поднятому вопросу глава правительства дал подробные пояснения и поручил руководству региона держать их на особым контроле.